ну что ребята продолжение следует это уже она будет последняя часть последняя часть съемки которые я хочу показать насчет тенда укрытие в укрытие в носа не и после того как я приварил этот каркас вот смотрите я что еще из веревки ну немножко там вязал общем такая обрешетку сделал можно было конечно приварить еще дополнительно железки железка вот сюда там стойки и сверху спереди это дополнительный груз будет а я не хочу слишком тяжелые слишком тяжелый каркас сделать и решил вот так обвязать этим веревкам ну фал я не знаю там обычный капроновый там блин как правильно даже не знаю как называется у нас в колхозе там все на заготавливают и вяжут такими веревками вот чена и вот так смотрится занес каркас дом потому что на улице сейчас мороз ветер сильный очень сильный ветер и холодно на улице в гараже как-то тоже вот решил я занести в дом дома буду смотреть телевизор и также буду делать свои дела вот так вот ну так на скорую руку вязал там и не будет там хлопать этот как его тенд я думаю еще четко пока и с чего начнем обшивать конечно же для удобства я вот сейчас подумал вот как выглядит вот ты сейчас ровно держу камеру и вот так смотрится передняя часть ниже ну такой наклон идет конечно уже как закончил я еще буду показывать сам носа не поставим там как смотрится будет а сейчас вот так выглядит и дело там концевый рек я еще изолентой намотал за лента это не принципиально так пожеланию как там там еще надо здесь привязала изолента не забыл еще намотать изолента вот тут надо конечно я когда варил там камера у меня на голове было и много файлов я пришлось удалить там камера вообще как я варил показывал все у меня снимала не так как хотелось и ну как первоначально вот сейчас я вкратце тоже первоначально вот я стойки стойка поставил угол сделал там обрезку делал угол делал и обратно обрезку я приварил все это дело 4 стойки я поставил дальше уже нижний нижний нижнюю нижнюю трубу приварил вот здесь здесь приварил и тут двух местах дальше приварил верхней части верхней часть также приварил и эти эти две части закрепил вот поперечный здесь тот тоже в конце здесь уже у меня обычные пруд потому что не хватило профильной трубы и нижняя часть вот так в принципе все будет держаться конечно файлы я удалил но камеру не так оказывается прикрепил на голову блин как я варил там работал свою работу пришлось удалять ну что будем на она обшивать и обшивать будем вот такой не тканкой только не тканка материал я не знаю сколько миллиметров может полтора миллиметра может два миллиметра не толще других материалов у меня данный момент нету этот материал тоже годен для прокладки когда лодку делать плоской режешь и на прокладки идет тоже хороший материал не тканка и сперва сперва будем закрывать по бокам эту сторону и с другой стороны потом уже как бока закроем будем сверху вот так но с передней части начнем и сверху еще так закинем и тоже будут сшивать все это буду сшивать и сидела и укрытие будет готова так что чтобы время не терять давай я уже что время не терять я уже буду заниматься делами сейчас пока дома никого нету пока один никому не мешает ничего все работаем так вот и окна как вы видели деревенских домах в сельских вот вот такие старые окна деревенские сейчас пластиковые окна многие там вставляют я тоже 222 окна поставил на кухне один и еще в другой комнате с форточками чтобы проветривать в доме меня здесь тут два окна и этом в этой комнате там одна здесь маленькая комната показать пока ничего не буду вот так и там еще в следующей комнате три окна вообще окон раньше очень много делали деревенских домах скажем в одной стене у нас 66 окон а в общем в общем 8 окон 8 окон было сейчас пластиковым уже начинал начали как бы вот эти два окна они переделывают на одно большое окно пластиковые оставляют там кому не лень я пока все пока так оставил как сгниют рамы там уже буду менять тоже а сейчас пока так я уже отошел от темы ребят ладно все занимаемся обшивкой так меряем режим и начинаем начинаем так 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 даже чуть-чуть скажем если на сантиметров 20 пошире было бы так с одной стороны на половину сюда наполовину сюда ну днем и с другой стороны здесь уже зашиваем и стык такой сделаем никаких проблем а сейчас придется сперва этот бог закрыть второе там уже сверху получится говорил за не тканка я езжу нижний чел других магазинов в городе я нет не знаю супер кария и приходится до нижнего чела гонять все и уже запас есть здесь где-то сантиметров 70 я уже прошил тот дела потихоньку идут не спеша шью вот такими капроновые нитками любом хостоваре хозяйственном магазине продают и конечно тоже время занимая обшивка где-то так два слоя на пусть покрепче уже будет вот и все это дело я на скорую руку если не спеша скажем условия где вот краска обсыхает но сохнет быстрее можно покрасить этот профиль трубы чтобы не ржавела на пусть жарею чё потом который не строк его надо было с этой стороны мне начать потому что неудобно зашивать не сроки мне несколько раз уже палец протыкал иголкой так зато будет легкий легкие если общить другим материалом скажем сейчас тоже один приходил ко мне знакомый и он тоже предложил вариант что спереди лучше общить лист оцинкованный но если подумать он тоже правильный совет не дал он тоже как бы кого хочет какой-то каркас делать он тоже с напарником ездить и невозможно говорит снег попадает там все в снегу и скажем спереди если жить и жести мопшить получается что от бурана самый что отлетит снега весь напор снега бьет по спереди и если жести мопши там тоже меньше будет там на них как будет прилипать это стопроцентно прилипать там комки все это дело если жить и мопши там он сразу будет но туда уходить снег это хороший вариант даже я скажу но я уже решил так сделать и буду обшивать все они тканкой а если что но потому что с напарником мало ездим я во всем все время езжу одиночку и если скажем с никитой у нас рыбалка очень мало когда получается недалеко до хотя бы до первой избушке и выдержит это не тканка не проблем а продувать им точно не будет не сравнить этот стендом и без стенда когда ты сидишь на санях предлагаю на буран давай сядем на буран там вместе но желание у него нету когда на санках удобнее интереснее твоя воля как скажешь так займет конечно лично некоторые всю жизнь ездят и никакой нет как укрытие никакое не делают так хотел все это дело в гараже делать там думал затоплю печку и буду гараже там делать на здесь конечно комфортнее здесь комфортнее на светло тепло опять уже надо по-новому нитки надевать спирана на этот бок сделаю потом другую сторону другую сторону и спереди и сзади где-то на один бок на она время час пойдет уйдет меня если не больше не тканка я не знаю какого материала синтетика на она он не гниет долго не гниет самые страшные враги то для любого материала это на на солнце солнце все есть на удочках лески там и нитки и материал любой полиэтилен да все все подряд слишком длинная нам она получилась или продолжаем неудобно так начало опять проткнул будем болеть когда не попадаешь куда хочешь а в палец обязательно молотком когда работаешь частенько тоже падаешь так и будем зашивать может кому-то пригодится эта работа может просто снимаю никому не надо на решил уже заснять там буду снимать вот и до там снимал лодку показывал тоже писали в комментариях что у меня на четыре части вышла можно говорит надо было в одной части всю работу как собираешь лодку делать можно я ничего не говорю но у меня такие фильмы выходят длинные многосерийные длинные многосерийные так вот место ну вот наша работа потихоньку идет идет вперед только вперед и зашили две две стороны вот с одной и с другой стороны и остается только сверху еще закрыть и еще оттенка то как будто маленький с виду надо посмотреть как будет смотреться уже на санках слишком много на слишком много разного на я зашивал надо было хотя бы вот так но с промежутком побольше метров 7 с промежутком побольше метров 7 такие шаги делать а я видите как перестарался вообще зачем так много зашить зашивал и вот сейчас зашиваю и чуть-чуть вот мне кажется все так и тонковато получается хотя бы миллиметров пять чтобы было тенд из не тканку этот два миллиметра она чуть-чуть тонковато но ничего нормально веревка держат вам не так здесь конечно нужно было еще на тянуть но ничего страшного держится и веса от не тканки вообще нет никакого буквально там 100 грамм 200 грамм получается если обшивать скажем жестью или же с фанерой уже вес конечно другое получится они тканка на легкая надежная надежный материал брезента нету если был брезент может брезентом закрыть на пока так вот все еще сверху закроем и работу можно сказать закончилась на один бок время где-то у меня час времени уходит ушло то есть час один бок закрыл час второй даже больше часа ну крышка много я зашивал блин сейчас вот подумаю зачем так много зашивать ничего ладно продолжаем будем закрывать сверху снова ребята я в гараже свою работу закончил я уже продолжение как я делал остальное как я закрывал уже не стал снимать тулан бегает и общего перестарался на она я слишком блин смотрите даже комар нос не подточит вообще такой шоу у меня получился и подольше пришлось город поработать здесь вот такой тактика я ну зашила а тут уже сплошной 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 шоу короче это же соседу ходил соседа у него тоже тын самодельный и он вообще таким зигзагом так 10 сантиметров на а ты смотри нельзя ты смотри какой а я вот так задумал и так сделал почему я в гараже потому что я хочу еще показать сами сейчас сюда за несу и покажу еще как будет смотреться на самках установить 2 мы и собака на улице также снег идет метель не хочется уже на улице читает снимать пока я лучше в гараже поснимаю ну что тут внутренней стороны как выглядит все ништяк очень легкий каркас получился тэн хороший остается только установите на санки и съездить куда-нибудь и что самое главное еще что мне кажется может еще придется добавить здесь еще закрыть но такой повесить просто не тканку и пусть болтается но это доработка еще будут по ходу как посмотрим если с ней будет крутить там сюда можно никому провести план бешеный бегаешь тут бешеный бегаешь так ладно сейчас сани занесем посмотрим установим как будет выглядеть все это дело это беда гоняй да да укуси еще железо снег то перестает два дня сейчас тоже более-менее безоблачно нормально погода морозного сейчас опять потепление чуть-чуть потепление и снегопада так 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 спереди конечно надо что-то придумать но она пожестче что не будет закрыть ну сейчас попробуем несколько раз ездим уже доработать будем дорабатывать что куда понадобится так все устанавливаем на самки вот так а ещё раз ездим уже доработать а шутки а а вот так и а а а все вроде установили и пока все нравится вот такой наклон ни разу же показывал рассказывал 10 сантиметров разница на она передней части там задней части выше так здесь на она что-то вот какая маленькая избушка палатка скажем дырку сделать и сидеть рыбачить даже можно так там уже можно если скажем можно еще одно крепление здесь сделать и удлинить это это уже вторую часть можно сделать дополнительно посмотрим это сейчас заранее ничего сказать невозможно потому что надо съездить посмотреть как там будет с ней заходить а уже с передней части там ничего не ничего не попадет в общем на этой ноте я буду заканчивать так что продолжение следует уже на рыбалке будем смотреть тестировать а сейчас вроде в данный момент у меня можно сказать все готово спасибо всем кто досмотрел очередной мою поделку потом посмотрим что и как в общем всем пока до новых встреч на проекте в ком